доброго времени друзья коллеги заводчики маховоды и прочие кто в теме и кто интересуется ею сегодня будем спасать мох спасать друзья и иначе не скажешь маленькая предыстория кто не в курсе летом я набрал самого настоящего сфагнума вот такой кусманище просто оторвал от пенька принес домой в маленькой маленькой части живет мой улетеныш большую я не стал увозить обратно мало ли думаю понадобится я его поместил вот в такой контейнер полутора литровый налил чисто фильтрованной воды как фильтровую как фильтрую воду я показывал смотрите вот и мог живет однако живет на подоконнике сейчас уже близко близко зима световой день короткий получается что он постоянно в полутьме и закрывать крышкой я его не закрываю вообще но хотя бы он какой-то свет он должен получать уже питается за счет света и за счет того что он постоянно в открытом контейнере был бы он закрытой то вода бы испарялась и как бы было бы гораздо влажнее ему то есть влажность была бы повышенной а поскольку крышки нет все это испаряется наружу мог начинает сохнуть именно об этом я и читал в интернете прежде чем брать его из леса но я надеялся что печать сия меня минует однако же нет вот именно это и происходит причем друзья происходит это не смотря даже на то что дважды в день я его из пульверизатора спрыскаю утром и вечером ничего не помогает а вот теперь смотрим разницу тот мошек тем мышинки тем мышинки которые непосредственно в воде находятся да вот эти вот они прекрасно себя чувствуют вот они полупрозрачные зеленые 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 вот они прекрасно себе вот в уголке чувствуют в воде растут появляются новые веточки а те которые наверху вот этот верхний слой видим да они сохнут вот эти веточки на самых-самых краешках они начинают дубить белить и превращаясь в такую как бы бумагу это ненормально этого не должно быть вот этого вот беления быть не должно это не известь высыхающие как может показаться вот так мог сохнет а сохнет сфагнум с концами то есть если он засохнет то все он не восстанавливается даже если поместить в воду это к слову значит делаю я логический вывод что верхняя часть даже будучи опрыскиваемой из-за пульверизатора ей воды не хватает нужно погрузить его в воду поэтому беру я второй такой же полутора литровый контейнер и верхнюю часть верхнюю нижнюю постараюсь я не трогать все-таки она там нормально себя чувствует прямо даже будучи вообще полностью погруженной в воде да он уже даже что-то растет вот это вот что это вот немножко что-то другой да ну когда вырастет и узнаем что это такое верхнюю часть повторюсь половину примерно нужно транспортировать в воду соседней контейнер это надо как-то сделать осторожненько не разламывая мух так чтобы веточки мха об остались вместе корешков мха нету это вот такой вот сказать хитросплетение веточек маленьких вот просто вот это вот и есть организм мха никаких корней он свободно плавает в воде если вы поместить если он в каком-то субстрате находится и лежит на нем или лежит на нем получается что естественно он растет вверх геотропизм никто не отменял то есть вот эта вот верхняя часть более молодая и куда снимаю вот эту верхнюю часть более молодая а вот где держу этот старая часть она жизнеспособна если ее по ну так вот положить под свет она тоже начнет зеленеть вот но так или иначе этот организм впитывает воду как бы своим всем собой да самим собой и корешков как таковых у него нет вообще поправьте меня друзья если я не прав вот и поэтому для того чтобы и света хватало и воды нужно чтобы какое-то и расстояние между ними было да вот чтобы не в общей куче они были чтобы нижней части начинали багровить как бы и отмирать вот а чтобы и водички и света хватало на всю площадь каждой машинки каждые веточки мха вода повторюсь еще раз фильтрованная как фильтрую посмотрите видео я показывал самым простым образом не трачусь я на фильтры заводские ни к чему это совершенно ну какой зелененький прямо ухты надо это как разъединить вот она спокойно разъединяется только как бы надо найти сочленение вот да ну как в бирюльке играли друзья вот вот это то же самое ну какой большой кстати обратите внимание вот это мошек сантиметров 10 длиной что редкость и вот новая молодая веточка растет продолжение вот такие вот маленькие тоненькие зеленые на вид как веточки до молодые говорит о том зеленые говорит о том что мог чувствовать себя хорошо и продолжает расти в противном случае этих веточек зеленых не образуется а наоборот повторюсь он начинает сохнуть вот таким вот образом не приближение ближе вот грязь куза одно убираем я думаю что она ни к чему удивление для меня друзья еще кстати говоря вот интересный момент то составляет что мух не требует никаких никакого удобрения он живет в воде что на болоте например да что дома просто чтобы вода главное было и свет если не достаточно света ухты как мы скрепились прямо если недостаточно света то он начинает багровить вот прямо превращаться вот в такого цвета и таким образом погибает а повторюсь еще раз если сфагдум засохнет например или погибнет то восстановить его даже будучи погружая его воду невозможно тихонечко я стараюсь не разрывайтесь упирается как бы с другой стороны под подлезть вот веточек еще большая постельком будет она интересно так снимать одну руку я делаю другой так грязь q так чтобы не загорожила новые большие веточки маленькие так хватит для контейнера интересно интересно что когда я читал театуру по содержанию размножения мха многие люди занимаются этим там прямо такие вот плоские плавучие контейнеры которые плавают свободно на водоемах на поп на прудиках там каких-то и в мог просто вот как бы лежит на воде в таких маленьких как бы рамках и старай сложить чтобы зеленые части были наверху коричневую уже все-таки чтобы внизу да нет вот этот коричневый надо прямо прямо в воду положить кончик коричневый устанавливался уже да это нужно как-то раз распределить по всему контейнеру и таким образом чтобы он был постоянно в воде хотя бы часть причем таким образом части что верхняя часть мха должна быть такая вот напитанная прямо водой блестеть блестеть не матовая например как вот эти вот верхушки прав вида матовые воды нет сколько из поливизатора не лей а вот именно то такой прямо блестяще блестяще ну видно что они прямо с водой можно их так потрогать например и остаются капельки на пальцах в таком состоянии мог и должен быть если нет значит нужно либо увеличивать уровень воды поднимать либо как-то распределять его по площади таким образом чтобы он оседал ниже в воду в воду так это здесь было всегда еще чуть-чуть водой так я думаю немного форму примет вот эту вот этого вот я думаю что не примет с такой хитрое сплетение которое сформировалось когда мушек рос нам пенечки так чтобы мог не загоражил ну и вот друзья разделил я мог то есть это было сделать необходимо это было нужно сделать и ночь и иначе бы часть мха который сверху была она просто погибла без вариантов она просто засохла по той причине опять таки повторюсь вот это я надеюсь потом позеленеет опять так вот это вот все в воде вот эту часть была центральной вот эта часть которая осталась я ее немного подраздел баню чтобы она распределилась по всей площади и была погружена в воду вот примуток вверх стоят тут они чистокол такой вот именно он и сохнет а его надо как-то осторожненько разделить и положить в воду в общем друзья суть понятна я думаю что те из вас кто мог содержит вот такой вот мог свагнул собственно так или иначе сталкивались с такой проблемой так или иначе его надо погружать воду именно в таком положении он о разница как говорится очевидно вот так вот он и должен находиться да все теперь мокренько все теперь серенько эта веточка пододвинем как раз самая такая беленькая вот за уровнем воды нужно следить мог должен быть постоянно в воде хотя бы на треть хотя бы наполовину замачивать его целиком нужно ли я честно говоря не знаю потому что на болоте сколько раз был вода внизу подниму наверху он все равно сырой так или иначе зеленеет вот друзья ну что ж я думаю все удалось все это я думаю потом может поднимется вертикально все равно выправиться вот так вот те у кого мог прям такой горкой последите за своим хом кончики должны у него обязательно подсыхать потому что если мог чуть-чуть даже не достает до воды там 7 метров 5-7 он начинает сверху сохнуть воды ему не хватает держать в постоянно закрытой таре зимой например даже на подоконнике нецелесообразно потому что свет все равно мху нужен все равно нужен друзья я надеюсь появились вопросы либо остались может быть о чем-то не сказал делитесь опытом пишите в комментариях я комментарии читаю и буду рад всегда узнать что-то новое может быть кто-то справляется по-другому может быть есть другой способ повышения влажности в контейнерах самхом либо какие-то другие хитрые контейнеры приспособления для того чтобы мог рос быстрее и активнее для справки сегодня октябрь мог два месяца до два месяца уже в контейнер у меня живет на подоконнике и выглядит вот так буду следить за тем как мог растет очень надеюсь что вот эти вот веточки коричневый позеленеют если вообще еще не поздно как бы но они были в воде поэтому есть все надежды ну что ж друзья спасибо за внимание операция по спасению мха я считаю выполнена удачно удачи